Первые шаги ребенка. Волнительный момент для родителей, которого они очень долго ждут, но в мире животных все иначе. Пока одни новорожденные обучаются ходьбе несколько недель, другие начинают бегать уже через пару часов после появления на свет. И то, и другое выглядит круто, и это стоит увидеть. В этом выпуске я покажу вам, как новорожденные животные учатся ходить. Слонята Это невероятно, но слонята встают на ноги уже через пару часов после рождения. Они пытаются опереться на конечности, но все время падают. Их ноги разъезжаются, будто они вышли на лед. Оно и понятно, ведь в целом детеныши еще совсем слабы, но упорство приносит свои плоды. Постепенно слонята учатся вытягивать конечности и держать равновесие. Уже через несколько дней детеныши могут идти вместе со стадом, держась хоботом за хвост матери или старшей сестры. Жеребята Жеребенок может вставать на ножки примерно через 15 минут после рождения. В среднем он предпринимает от трех до пяти попыток встать, прежде чем примет устойчивое положение на своих четырех длинных и тонких ногах. Шаг за шагом, неуверенно, но он начинает ходить. И все это происходит под присмотром его мамы. Детеныши жирафа Как бы жестоко это сейчас не прозвучало, но новорожденные детеныши жирафа начинают свою жизнь падением с высоты около двух метров. Первые часы жизни в новом мире детеныш жирафа проводит в настоящей борьбе с гравитацией. Он выглядит крайне неуклюже, но старается изо всех сил. Как правило, через час после рождения детеныш жирафа начинает ходить, а через несколько часов даже бегать. Детеныш носорога Детеныши носорога пытаются встать на ноги практически сразу после рождения. Конечно, маленькому носорогу поначалу тяжело подняться, однако поддержку ему старается оказывать его мама, которая не отходит от детеныша. И вот, после раскачиваний в разные стороны, детеныши уже стоят на своих ногах и начинают следовать за мамой. Котята Котенок рождается слепым и глухим, но ориентироваться в пространстве ему помогает обоняние и осязание. Примерно с десятого дня котята уже слышат и видят окружающий мир. И если до этого они перемещались только в направлении своей матери, то теперь они пытаются повторять за кошкой и начинают задействовать передние лапы. Голова еще перевешивает, но задние конечности в это время постепенно начинают крепнуть. Вскоре котенок чувствует себя гораздо увереннее и его движения сменяются прыжками. К концу третьей недели жизни котенок начинает передвигаться как взрослый. Он вполне устойчиво стоит на лапах, может пробежаться, начинает усваивать приемы борьбы и охоты. Кстати об охоте. Как животные, которых боится весь мир, становятся грозными хищниками? Как они учатся искусству охоты? Как львенок превращается в могущественного царя зверей, а белый медвежонок становится грозой Арктики? Давайте выясним. Львы Молодые львы начинают охотиться вместе с матерями в полугодовалом возрасте. До этого они лишь наблюдают, усваивают все движения матери при преследовании и нападении на жертву. Совместную охоту с львицей они продолжают до полутора-двух лет, а после этого львят-самцов изгоняют из прайда и они вынуждены сами добывать себе еду. А вот самки остаются в прайде и их отношения с матерью только крепнут. В национальном парке Крюгера в ЮАР внимание туристов привлек львиный прайд, состоящий из трех матерей и их десяти полугодовалых львят. Они окружили молодого буйвола возрастом примерно 8-10 месяцев. Львицы могли запросто расправиться с добычей, но вместо этого одна из кушек отправилась за львятами, пока две другие львицы остались сторожить еще живую жертву. После того, как вся львиная семья оказалась в сборе, взрослые начали учить малышей. Большие кошки хватали буйвола за шею, кусали за горло, но делали это как бы аккуратно. Бедного буйвола они, конечно, не отпускали, но только для того, чтобы юные львы повторяли за ними. Такой урок, по словам очевидцев, длился не меньше часа. А теперь давайте посмотрим на таких могущественных жителей Арктики, как белые медведи. Дети у них рождаются зимой. Поначалу медвежата совсем беспомощные, но к весне они подрастают, выходят из своей снежной берлоги и уже в состоянии следовать за своей матерью. Такой, по-своему, счастливый период детства длится у белых медведей до полутора лет. Все это время мама уделяет много внимания защите, обучению и воспитанию детей. Кто, как не мама, поведает им обо всех премудростях выживания в суровых условиях Арктики? Под строгим надзором медвежата учатся охотиться, что не так просто, как кажется. Ведь нужно уметь определять направление ветра, чтобы предполагаемая жертва не почуяла медведя. Более того, нужно научиться подкрадываться и терпеливо ждать момента атаки, натренировать лапу для нанесения точного и сильного удара и еще много чего. Все обучение проходит в игровой форме, причем мать сама охотно участвует в играх. Несмотря на то, что белые медведицы – грозные создания, из них получаются прекрасные заботливые матери, которые так терпеливо учат своих детенышей охоте и другим навыкам, необходимым для выживания. Гепарды Рассмотрим еще один яркий пример – процесс передачи охотничьих навыков от взрослых гепардов детенышам. Самка гепарда сразу притаскивает своим малышам крупную добычу – антилопу или газель. Такое наглядное пособие дает отличную возможность потренироваться. Добыча пытается выскользнуть из неумелых лап молодого поколения, но те догоняют ее, имитируя настоящую охоту. Интересно, что если добыче все же удается сбежать, то ученики по сути получают двойки и строгий выговор, иными словами остаются без обеда. Получается, что голод – лучший мотиватор. Тем не менее, такой метод обучения оказывается даже эффективным, потому что у детенышей впоследствии появляется прямая заинтересованность результатом. К тому же, во взрослой жизни это уже не игра, все это становится настоящей борьбой за выживание. На настоящую охоту гепарды берут своих детей в возрасте четырех месяцев, и те постепенно становятся ловкими, опасными и находчивыми хищниками. Хотя маленькие гепарды еще долго не могут обходиться без помощи взрослых во время охоты. Волки. Волчица, подобно гепардам, тоже начинает с наглядного пособия, но пока небольшого. Она приносит волчатам маленькую добычу в виде живой мышки или небольшого суслика. Когда волчата уже достаточно окрепли, их берут на охоту. Но пока активно участвовать в процессе они не могут, но зато наблюдать всегда пожалуйста. К четырем-пяти месяцам волчата учатся ориентироваться в лесу и пользоваться слухом. Родители воем подзывают волчат к убитой добыче, а им нужно прийти на голос. Волки имеют в своем арсенале немало изобретательных приемов успешной охоты, поэтому молодняк в условиях тотальной дисциплины и подчинения взрослым учится у опытных взрослых искусству выслеживания добычи, погони и нападения. В возрасте семи месяцев волчата уже имеют некую картинку добычи. Тем не менее, даже будучи голодными, сами они пока не нападают, а только помогают взрослым загонять добычу. Так постепенно они учатся охоте. Вот так разные животные получают свои уроки. Как видите, животные обучаются ходьбе и охоте достаточно быстро. А почему, кстати, люди не могут так же? Почему младенцы начинают ходить только в том возрасте, когда некоторые животные уже вовсю носятся и добывают себе еду? Давайте напоследок рассмотрим и эту интересную тему. Нам, людям, нужно научиться ходить, прежде чем мы сможем научиться бегать. Мы ползаем на четвереньках, прежде чем сделаем наши первые в жизни устойчивые шаги. Какая-то сложная система, не правда ли? Почему же людям требуется около года, чтобы встать на ноги и пойти, а тот же жираф не то что ходит, а бегает спустя несколько часов после рождения? Оказывается, две определяющие человеческие характеристики – размер мозга и способность ходить прямо – противоречат друг к другу. Если мы желаем сразу после рождения встать на ноги, то ребенку придется провести в утробе матери гораздо больше времени, нежели девять месяцев. Однако это просто невозможно. Все обусловлено размерами женского таза и объемом человеческого мозга. Женщина, как правило, не может вынашивать ребенка дольше девяти месяцев. Выход из сложившейся ситуации все же был найден природой. Кенийский палеонтолог Ричард Лики объясняет это следующим образом. В масштабах эволюции все человеческие дети рождаются как бы недоношенными. Это касается как физического развития, так и развития головного мозга. Ему требуется время, чтобы завершить свое формирование, шея еще не имеет тонуса, а многочисленные мышцы и суставы ребенка не заканчивают своего развития к моменту рождения. В 2009 году в Лунском университете в Швеции ученые проанализировали нейронные механизмы, лежащие в основе начала ходьбы. Говоря проще, они провели исследование, в котором сравнили, сколько времени требуется различным млекопитающим, чтобы начать ходить. Команда исследователей сравнила 24 вида млекопитающих. Сопоставлялись размеры их мозга, когда они делали свои первые шаги, с конечным размером взрослого мозга. Ученые составили временную шкалу, которая начиналась именно с момента зачатия особи, а не с рождения. Если перейти сразу к результатам, к которым они пришли, то люди начинают ходить практически на том же этапе развития, что и другие животные. Ну, может, немного позже. Например, жеребята начинают ходить буквально сразу после появления на свет. Однако в утробе матери они проводят почти год. Беременность у лошади может длиться до 340 дней. Соответственно, их мозг почти полностью развит при рождении. Ученые выделили еще одну причину, почему люди встают на ноги так медленно, хотя она не является ключевой. По их мнению, млекопитающим, которые при ходьбе наступают на стопу или лапу, а ходят не только на пальцах ног, требуется больше времени, чтобы сделать свои первые шаги. То есть, для людей, которые ходят на двух ногах и используют всю длину стопы, ходьба – гораздо более сложный навык, требующий большей координации и длительного контроля. Мы, люди, продолжаем интенсивно формироваться даже после появления на свет. Поэтому мы и зависим от мамы гораздо больше, чем многие новорожденные детеныши млекопитающих. На этом все. Напишите в комментариях, в каком возрасте вы сделали первые шаги и спасибо вам большое за просмотр.